Дорогие зрители, теперь уж точно последняя карта игрового дня сегодняшнего. Студия Майнкаста, микрофон Адедайс и Гомер, и мы готовы для вас ее комментировать. Ну, наконец-то, а то у нас как-то первые игры были 2-0-2-0, наконец-то мы пришли к полноценному БА-3. Бразильское дерби заиграло новыми тонами, как и в принципе, ну, я не знаю, вся вот эта вот американская группа, это бесконечная какая-то, знаешь, перелив радужных цветов, то в ту, то в другую сторону. То свой пик просто салат проигрываете, то наоборот, потом выигрываете пик оппонента. Непонятно, что будет на третий, скорее всего, какая-то плотная заруба, наверное, должна быть по логике, если так посмотреть. Хотелось бы в это верить, конечно, после таких двух карт, в которых, ну, мы видели много хайлайтов личных игроков, хочется посмотреть все же встречу двух полноценных жестких коллективов, которые будут равны друг с другом по силе или около того, и увидеть, ну, больше, я не знаю, там, 22 раундов хотя бы для начала. Для начала. А там, глядишь, уже дойдем и до более серьезных чисел. Но, так или иначе, Мираж, третья решающая карта, начинается прямо сейчас, судя по всему. Так что давайте же приготовимся и будем наслаждаться этой интересной игрой. Кстати, вот 13-14 место в рейтинге. Рядышко, рядышко, максимально находятся. Ну и по винрейтам, друзья, у Фурии 50 за 4 карты, а вот у MIBR 7 карт и 71% винрейта. То есть более серьезные такой результаты, коэффициенты, друзья, от GGB, от нашего партнера, на MIBR 1.84 и 1.9 на Фурии. Вау! Команда MIBR даже выбралась в фавориты букмекеров. Кто бы мог вообще в такое поверить, но это так. И сейчас, возможно, эта кэфф резко обрушится. Или наоборот, зависит от того, как эта пистолетка будет сыграна. Дальше. Наверное, стоит вообще обратить внимание на то, что за 3 карты команды MIBR, по-моему, ни разу не купила киты за защиту пистолетки. Как мы помним, они одну пистолетку и четырех выиграли. Сейчас имеют возможность уже вторую, а потом, возможно, и третью забрать. Тако забирает Ксерато, бомба выпадает. Информация для игроков защиты также имеется. Виннии, шикарный фраг под Тако, а вот Ферра за плентом пока что еще не начекали. Хотя он выдал уже свою позицию. Курьерская доставка бомбы, это, конечно, большой подарок для MIBR. Что бы с ним еще сделать, кроме как погибнуть от радости? Непонятно абсолютно. Фоллун, Фоллун спасает команду, возможно, 1 на 1 остается против Хенни. Кто кого переиграет, Фоллун еще не видел соперника, как и Хенни, в принципе. Габриэль Толиадо, друзья, возможно, герой этого раунда. Четыре фрага от него, шикарный квадрокилл, и Хенни также он забирает. Вот это попадание только что было. Слушай, а пока прогноз-то по пистолеткам, он работает. Работает, работает, на самом деле. Уже вторую забирают подряд, а потом еще, возможно, третью, и, в принципе, 50 на 50 поделятся они. Ну да, по итогу старт вновь за командой MIBR. Если, конечно, этот форс не сработает, который Фурия все-таки осмелилась здесь себе разрешить. Возможно, быстрый Б разве что получится сделать, потому что просто... Хотя, кстати, посмотри, раскидки уйму просто набирают. Там флешек, вагоны, маленькая тележка, смачка также 3 имеется. Плюс еще и молик. Ну, на самом деле, неплохой бай получается. Ох уж эти бразильские форсбайи постоянно пытаются переворачивать команды. КНЖ на трех патронах. Не самый лучший тайминг мог бы для себя поймать, хотя вот ХЕшка по ксерату неприятной залетает. Ну и так, выпускать будет сейчас КНЖ, судя по всему, под флешку. Как бы только ему в глаза ее не закинул, то будет совсем печально. Ну, там пока дым без инфы по выходу. Флешка не полетит или пока дым не рассеется. Одно из двух пока в ожидании. По таймингу все равно от команды Фурия в этот дым они не хотят идти. И вот только-только он рассеется. Должна залетать флешка, во-первых. Да, вот и она. А вот и гранаты. Шикарно, шикарно сыграно. КНЖ, правда, только на двум фрага раскрутился. Хотя, возможно, Ярта также мог бы забирать. Не потратив он чуть больше патронов, нежели надо на первых двух. Ну, план сломался. Только что поняли, что рассекретили. Еще и зажигательная граната застопила. Нужно идти в другом направлении. И это другое направление господина Фернанда Альваренга, который нашел Юрия. Отошел чуть более в безопасную позицию. По флешку пикает дальше. Как же четко. Вот флешки летят здесь. Просто уничтожает. Трипл килл от него. Сначала с окна поработал. И потом занимает коннектор. И также не пропускает своих оппонентов. Друзья, 2-0 экономически для Фурии. Последует, я думаю, уже 100%. Хотя вот на Инферно они, по-моему, два форса подряд брали. Потому что экономику выбивали. Сейчас, конечно же, будет глупо так же действовать. Хотя вот Винни Тек-9 себе берет со вторым армором даже. И 4 флешки также имеются у них в ассортименте. Ну, не так много потратил, да. Есть уже армор Тек, но все равно полторы тысячи на счету присутствуют. И что? Снова под Б собираются? Хотя там их обычно теплый прием ждет. В идеале будет... Нет, точнее, в идеале, конечно, раунд выиграть. Но поставить бомбу хотя бы будет с задачей минимум. Тако. От Винни падает. Но Хаешка просто трехочковая залетает. Минус Хенни, минус Винни. Кенжи четверых уже хоронит. Дайте ему Э. Уже второй, да, эс до сегодня? Насколько я помню. Да, да, был еще один эс. Мейерн, по-моему. Мейерна, да. Все верно говоришь. Вот так вот Кенжи. Двоих подорвал, остальных перестрелял. Ну, со стилем. Со стилем закончил. Хоть и против пистолетов, но все равно, черт возьми, приятно. Ну, да. Здесь в один ряд Арт вместе с Ксерату кладутся. И последний тоже не устоял. Против него 3-0, друзья. Первый бай для Фурии. Посмотрим, что они нам будут показывать на Мираже. Все-таки хотелось бы увидеть игру от парней, которая присутствовала у них на трейне. Нежели на Инферно, потому что, ну, совсем печально будет. Ну, тут нужно, чтобы одни с Инферно, другие пришли к нам с трейна. И тогда будет отлично. Плотная заруба. Просто получится Кенжи. Агрессия с Авиком. Апарты уже посматривает. Неплохой. Молик залитой. Ксерату падает от Кенжи. Кенжи, правда, находится в бланде. Юрих абсолютно не туда смотрит Кенжи. Кенжи так устрахует. Юрий Кенжи. Ай-яй-яй-яй. Как же больно сейчас за команду Фурии. Просто я не знаю. Делают они больно мне. Что произошло? Только при фаеров никуда. Будучи абсолютно зрячим. Никакой флешки не было. Потом вот этот весь эпизод с АВП и попытка его убийства. Еще и девайсы по итогу свапают себе мебры. Фоллэн уже с Авиком. Тот самый, который был у Кенжи, судя по всему. Ну и Хенни. Друзья, вместе с Винни обязаны уже как-то доигрывать этот раунд. Хотя могут и на сейвы идти. Но, наверное, будет не самое лучшее решение. Все-таки ситуация. В принципе, играбельно. Но надо делать какое-то чудо. Ну, бомба-то лежит. И вот как это разыграть, я, честно говоря, до конца не представляю. Кроме как вот от хедшотов. Каких-то до контакта. Чем, в общем-то, Винни занимается. Пошел Молотов. Фоллэн. Четко, на самом деле, по позиции контролит. И здесь Винни явно будет не пройти. Фоллэн. Видимо, пройти. Ну, пройти, но дальше тут Ферд с машины будет отыгрывать. Забирает Винни. Хенни последний. Хенни на фраг хотя бы отыграл. Какую-то экономику еще выбил у своих оппонентов. Ну, и Хенни... Ну, на сейв. На сейв надо уходить здесь. Ну, либо пойти отдаться. Но, наверное, тоже не самое лучшее решение будет. Ну, я против сейва в такой ситуации, если честно. Все-таки за... Выровнять экономику? Встречу в Вальгале, да. Я больше по таким вещам. Но так оно и получается у Хенни. Хотел бы засейвить засейвы, но 700 долларов потом иметь. Из-за чего экономика вся пошла бы к коту под хвост. Но так бы имел, возможно, возможность вот сейчас поработать с этой СГшкой. Ну, тут команда Фурия работала в полный девайсный. И все это привело их к катастрофическому раунду, где ничего не получилось. Одна СГшка, ну... Это слишком иллюзорно. Я не знаю. Риск не оправдывает, мне кажется. Ну, бывает же такое, что там закупают даже специально один девайс и четыре пистолета. Сейчас бы именно так было, и вполне-вполне можно было бы отыграть. Фер замечает уже пропрыжку от Винни. Но Мейер на месте, Мейер на контроле. Ты... Батюшка Фер просто Артур тоже не прощает еще против Юрити. А как же хорошо отыгрывает Фер. Ой-ой-ой. Пока что на Мирже. Фер нашли. Остается только Хенни у нас со стороны баррикад команды Фурия. И вот тут, конечно, еще немного побегать, поиграть в Охотника хочется ему. Попробует, конечно, еще с дегла поработать. Ну, просто на минус экономику хотя бы. Здесь, наверное, о победе в раунде уже речи даже не идет. 1-4. Да, без проблем. Тем более с формилки даже перестреливает Фоллан. И по итогу еще и тек-9 с авиком с низкой льтом сейвит. Так, ну 5-0. Ужасы для команды. Фурия из первой карты постепенно перекочевывает во вторую. И постепенно возникает вопрос касательно того, как изначально подходили мы с ожиданиями, какими вот этой встречи. Фурия в атаке, я помню, камбекала против Ликвидов. Поэтому, наверное, это считается их сильной стороной именно на этой карте. Ну, если так посмотреть, вот именно по вырезке одного Best of 3. Но не уверен, что можно именно так судить. КНЖ, друзья, антрифраг по Ви не находит. И уже большинство за защитой вновь. КНЖ. Агрессия от него в коннектор успевает все-таки пропрыгнуть. Ну, прям огонь из всех орудий в плане арсенала раундов показывает нам ММБР. Постоянные ротации. Очень крутые выпады. И оказывается, Фурия пока что не в выгодном положении. ФР. Спиной к дему арт открывается. Ну, совсем уж неосторожно отыгрывает арт. Ну, и 5 в 3. Гранат практически не осталось у Фурии. Там одна хаешка и одна флешка. Попробует на плент вылезти со всем этим. Ну, с такими темпами нужно просто возвращаться к самым первым раундам стандартным. Под раскидку через яму идти. Потому что, да, в мидле их только что наказали очень сильно. У Ксерата Юрия и Хенни, ну, кроме как дальше контакта опции не остается. Ну, окей, Ферра контролит. Пойдет ли он до конца? Пойдет. Конечно же, Хенни без проблем его забирает. Но уже, друзья, ситуация 3 в 4 выглядит более играбельно. Тем более, что спину себе прикрыли. Все равно очень сложно это смотрится. Как бы такое перевернуть будет крайне нелегко. Нужна будет... Ну, однако какая-то грубая ошибка от опорников. Кенжи в соло, кстати, под бе стоит в прицеле. И Юрия пропустил. Кенжи и шорт. Заказывали ошибку. Вот и она. Ну и вот бомба, друзья, уже готова выходить. Через шорт абсолютно спокойно. Кичит никто не контролит пока что. Тако только сейчас собирается открыться. Но бомба уже упущена из виду. Ну и Тако. На самом деле по такому таймингу может вполне неплохо поработать. Хенни забирает фола. Но уже большинство для атаки. Тако. Тако. Не, перестреливает пока что. И Юрия также не забирает, друзья. Мейерн. Ситуация 1 в 3. 10 секунд на таймере. Мейерн так далеко. Ой-ой-ой. Ты там считал раунды 5 в 3. Это один из них. Сейчас, причем в концовке с такими темпами и без потерь. В 5-й уже получается. Ну это беда. Конечно. Такие вот раунды отдавать это преступление. Учитывая, что там экономики бы не было у Фурии. Там выходить уже можно было бы. Даже на счет 7-0. Поэтому печально. Печально, конечно. Такое проигрывать. Ну и Фурия красавцы. Не растерялись. Четкий план у них был, как доигрывать. 3 в 5. Уже на опыте, на опыте. За это Best of 3 безумие получается. Но именно так команда Фурия забирает свой первый раунд. Ксера-то пока что без убийств. Бегает по карте. Но зато АДР не самый худший. Все-таки ассист там какой-то имеется. Ну да, хоть так. По крайней мере. Ну и смотрим. 5-1. Деньги на еще один бай полноценный. У Мэйбер присутствует. Там 10 тысяч. 10 тысяч, да. Ну и, наверное, ошибку от Фера в первую очередь сыграла. Поскольку не шел бы он до конца. Просто ожидал бы. Согласен. Ожидал бы какого-то подпуша. Учитывая, что у вас все под контролем. Было бы намного лучше. Ну, друзья, коэффициент GGBT. 1.73 на Мебровый. На Фурию 2.03. Как будто Мебры 5.1 не ведут. КФ на самом деле. Остерегаются. Ждут какой-то ловушки. Подвох. Да, подвох он может здесь действительно быть. Ну и посмотрим. Сразу 3 смака от атаки, по-моему, пролетело под центром карты. Но выхода туда не будет направлен. Вот и вернулись к более стандартным раундам. Но, правда, здесь без контакта игра КНГ. Вот что не раунд, то новая позиция. Новый девайс, новый фраг какой-нибудь красивый для своей команды. Неплохо пока что, но здесь комбина Мейерн плюс Ферр. Должны работать. Винни забирает прострелы Мейерна через Андерпелес. Ну и Холлан. На самом деле там может и сгореть, и сгорает от Винни. Как же обидно. Винни отбивает с собой ХАЕшку. Ферр. Но уже нужно идти на контр-инициативу. Фернандо это делает. Находят фраг. Бомбу все еще не спалили. Двое с Пелеса дают к Сиратам возможность прострелиться. Похоже, первый фраг. Нет, не будет первого фрага для него. Забирает его перестрелочка какая была неплохая. Юрих, Юрих, по-моему, видел, да? Так вот. Там буквально плечико торчало, но бомба в любом случае уже занесена в точку и будет поставлена. В обход выходит Ферр. Но слишком много тайминга, наверное, будет терять. Хотя, если Хенни именно под пит собирается отыгрывать, то здесь его ждет неприятный сюрприз. Хотя, по-моему, он просто идет чекать эту позицию. Хенни. Да, да, должен проверять. Вопрос в таймингах здесь оказывается для Хенни. Как же Хенни читает? Он еще и прицелит. Там тень будет вина в любом случае. Хотя, если прям упор подыграет под стенку, то, возможно, и не заметят. Нет, ну да, тут дело не так в тени, как в том, что Хенни просто в прицеле стоит и ждет всего. Юрих страхует. Последний на КТ это Кенжи. И вот идет тяжелый раунд. Все равно как-то команда Фури это переворачивает. Времени уж банально на адекватные действия у МАБР не оставалось. Кенжи проигрывает раунд. Вот и это второй для Фурии. Да, и очередное меньшинство, которое Фурии вытаскивает для себя. Ну, по деньгам у МИБРов последнее дыхание, судя по всему, сейчас будет. Поскольку, ну, наверное, в 8600 может дропнуть условный Кольт. Фолл и Навиг приобретают. И в целом, наверное, закупка будет не так уж и плоха. Хотя так, я вижу, до 2000 всего лишь закупается. То есть отыграют от двух АВП и трех пистолетов. Немного странное решение, если честно. Но посмотрим, как оно сработает. Не, прикольно. Мне, кстати, нравится. У них вот то, что ты говорил про то, что один девайс покупается. С точки зрения экономики так оно и получилось. Ну, здесь, наверное, можно было закупать. А вот Фоллн почему все потратил? Не совсем, я понимаю. Ну, как раз. Не, мне нравится на самом деле. Тут можно такое показывать. То есть по такой серьезной точке сопротивления под каждым из плентов. Почему бы и нет? Плюс еще и возможность. То есть, ну, как бы у тебя один авик будет с кем-то стреляться, а второй будет сейвить по итогу, если потребуется. Ну, как вариант, на самом деле, да. Если никакой люркер не будет выключать. Вот Винни, например. Первый претендент, чтобы Тако забрать. Как только Смачок развеется. Винни, Винни, да, без проблем с ним справляется. Хотя 26 хп всего лишь Тако ему оставляет. Ну и Фоллн, Габриэль Толедо, друзья. Соло опорник Б-планта. Остальные ребята его даже не собираются перемещаться, судя по всему. Все зависит от папы Фоллона здесь и сейчас. Как на карте Инферно? Фоллон знает про одного. Ну, там какие-то гранаты пролетали. Он дал только один минус, но вот арт, да, его молотов. А, ну, Фоллон даже не увидел. Окей. Мертвая зона была за счет того, что он в скопе находился. Да, ну, Мейерн только подсейвит. И, наверное, все правильно ты говорил. Что по плентам, второй будет просто сейвить. А вот пойдет ли Фурия на выбивание, вот, наверное, в чем вопрос. Но все-таки денег у них не так много. Да и они не в курсе про второй авик. Он не стрелял ни разу. Так что нестрелянный, свежий авик. Так, еще больше шансов унести без каких-то серьезных проблем. Тем более с двумя телохранителями. Ты знаешь, как старый мод VIP. Только у Мейерны не 200 армора с пистолетом, а все-таки обычная сотня и АВП. Что неплохо звучит, конечно. Особенно, когда на тебя не идут. 6-2. Ой, господи, 5-3. Да, это я уже не в ту сторону считаю. Все, забейте. Третье было 3-3. Ну, закупка в любом случае. Да. Третье, БФ-3. Это все так. Так, а вот Мейбры сейчас будут закупаться при счете 5-3. Ну, троечка для Фурии уже имеется. Сколько они наберут в целом. Ну, наверное, Фурии стоит цепляться хотя бы за раундом 7 в идеале. Ну, знаешь, после карты Инферно, где мы там такие, да, 9-6, отличный счет. Все, красавцы. Парни, респект. Молодцы. Вышли на свой. Ноль раундов за диффенс. По итогу ноль раундов за диффенс, да. И кто его знает, чего тут еще нам с вами стоит ожидать. Просто, наверное, хороших эпизодов каких-то. И новых поводов любить Counter-Strike для себя. Не, ну, Баррика, кстати, появляется вновь. Три кольта. Ну, в целом, все неплохо для защиты выглядит. Попадание есть по Фуоллену. 75 хп ему отнимают. Неприятный. Неприятный старт. Но, по-моему, за эти все раунды в основном энтри-фраг делали именно игроки MIBR. Там, я вот не помню, в предыдущем раунде кто был первым. В предыдущем? Фуоллен, по-моему, да? Да, Фуоллен, как раз-таки, наверное, и находил первое убийство. Нет, 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 на самом деле, там это был Винни. Потому что... А, Винни так забирал. Да, да, да. Все так, потом был размен. Ну, вот, наверное, первый раунд, что я помню, именно энтри-фраг и по пистолетке, точно не скажу. Так, ну, начинается уже выход. Раскидка. Стандартный любимый раунд. Мы его дожидались в какой-то веке. На самом деле, не так часто почему-то команды стали его отыгрывать. При том, что сложно его прям сразу законтрить. Если все грамотно раскидать, бомба в любом случае будет занесена и поставлена. Тут, кстати, интересно, аркада от арта может получаться. Нужна флешка от тиммейта. Без флешки от тиммейта, родовый тарт. Ну, два фрага неплохо. И бомба выбита, на самом деле. Так что все неплохо. Фер забирает еще Хейни. Винни есть на размене. Таку не контрится, судя по всему, с шарта. Хотя Винни играет максимально бережно и аккуратно. Ну, и Мейер на кт с авиком. Два фрага уже имеет в этом раунде. Вот заметит ли он к Серато. Попытка постановки бомбы. Прострелы немного нет. Тут, да. Должен Таку отыгрывать, на самом деле. Потому что сам Мейерн явно закрыт с этой позиции. И Тако, Тако. Какой тайминг для себя шикарный. Лови только смог развеялся. Сразу Тако находит это убийство. К Серато 1-1 остается против Мейерна. Как же он простреливает его. Мейерн 7 хп. Так, и видит последнюю позицию. Попытает, но там 1 хп осталось. Мейерн дает этот хедшот прострелом. Я не могу с этих бразильцев. Просто безумие. Реванш от Тако в самоках про пушах свиньи. Вот это вот, что сейчас было. А Фоллэн тоже на одном хп штащил на Инферно. Он просто везет. Мебра на самом деле. Ой-ой-ой-ой. МАБР. Вытаскивают очень плотный для себя раунд. Но экономика там весьма-весьма слаба будет. Поскольку помирали 4 игрока. И 2 формилки. Конечно же появляется. Шок-контент какой-то просто. Я не могу с того, что только что происходило. Хорошо. 6-3. 2-кратное преимущество для МАБР. Хотя вот на тоненького все это было. Сейчас, если мебры проигрывают, там на 6-5 фурия спокойно могут выходить. Хотя с другой стороны у фурии тоже денег-то немного. По 1400. Плюс лос-бонус уже сбился. К Сирату. Двоих просто хоронят. Минус фоллэн. Минус фэр. Я тут фейковать собирался. Агрессия не сработала. Нет, ну почему их там целых 3 на самом деле? Да, а бомба где? Ну бомба еще, видишь, не успела на перетяжку. Ожидали, судя по всему, агрессии через мид. Так, ну вот таких фрагов уже нужно отталкиваться до последнего. Ну что, возможно, стоит ими брамсами, им уже 5 в 3 раунд забрать для себя. Так, он на тест-спауне замечает. Но Хенни был более резок. И уже, друзья, вдвоем. Мейрон и Кинжи остаются. Наверное, стоит парням уйти просто на подсейв своих девайсов. Если захотят форсить, то по-любому Авик с кольтом понадобится. Но абсолютно других нет с такой экономикой. Так что и будут пытаться под бестсейвить свои девайсы. Фурия получили свой заслуженный раунд. Если не в предыдущем, то в этом раунде им позволят уже это сделать точно. Ну, вот, наверное, такую карту Мираж я ждал. Да, и мы ждали все. Потому что это очень непредсказуемая история. Но интересная. Да, 6-4. Денег у Мибро будет весьма-весьма мало. Хотя там лост-бонус какой-то сохранился. Все-таки три подряд они проигрывали. Так, ну и арт выходит, на самом деле, на охоту за сейвами. Вместе с Винни. Ну, здесь комбат должны, на самом деле, закрывать. Учитывая, что еще Юрий подтягивается. Но там Мейрон, по-моему, с машины должен спокойно отыгрывать. Ну да, сейв Авика тут не обсуждается. А вот Кинжи может быть интересной. Если размен будет. Кинжи. Да, на размен его. Взяли, ну и за машиной уже просто не успевают. Будем выйти. Мейрон. Не, ну смотри, кстати, по экономике Мибро спокойно могут делать одно эко, потом уже закупаться. У них там не по 1400, чтобы там двойное что-то делать. Да, так и будет. Эх, миниатюра, инициатива и ее действия с инициатором. Здесь и сейчас было у нас. Сами пропушили, сами нарвались на Ксерата, сами от этого и проиграли. Ну, очень важный для себя раунд, так как все-таки он за два. Притом, Ксерата так просто спрейл, знаешь, даже так не напрягаясь особо. В плане не то, что там по пулечке выцеливал, просто вываливаются на него два типа, и он их спокойно забирает. Так, ну и друзья, да, в этом раунде Мибры все-таки решили сделать экономический раунд с одним Авиком. Ну и Мейрон будет выискивать все фраги для себя по карте. Проверки пока ни к чему не приводят, все равно далековато игроки команды Фурия. Ну и что остается, в принципе, дальше продвигаться по направлению. Но это для команды Фурия. У них есть связочка в районе ковров B. Слушай, ну Фурия медленно играет, в это время Мибры стакаются под B. Тем более, что Фер также, наверное, будет смещаться именно под эту точку. Ну, там у Фолана неплохая позиция, посмотрит он ковры. Я думаю, должен колить своим тиммейтом. Хотя нет, вот сейчас... Неправильную инфу, разве что он может заколить. Тут Фурия возвращается, и на самом деле сейчас все неплохо именно для атаки складывается. У Фолана разве что, что может сработать, это его позиция в качестве эффекта неожиданности. Все равно третий номер далеко не уходит от Фер. Ну а там без ПВС играют. Причем справедливости ради стоит отметить, что Фурия реально остерегается. Ну Фолан еще на П-2000, был бы он хотя бы там П-250. И можно было бы, наверное, постараться хотя бы постановку бомбы какую-то выбить. Как-то зацепиться за этот раунд. Но я не думаю, что Фурия прямо до последних таймингов будут дотаскивать. Такой игровой момент. Хотя посмотри, мебры-то перетяжку делают уже через КТ. И слишком замедлились по итогу. Правда вот Фолана Юрий находит. И Мейер. Ну сейчас может и зажечь так-то, поскольку бомба еще не стоит. 15 секунд на тайминге. Дыма нет, кстати говоря, на КТ. Мейер, нет, без проблем. Ксерату просто на контроле. И так вот, друзья, последний остается. 10 секунд на тайминге. Бомба, конечно же, будет ставиться. Причем под коннектор. Там и подобрать нечего. Разве что по 2000 себе в руки. Вместо Юспа такая себе сделка, если честно. Больше вариантов здесь для така пока нет. Просто будет идти. Ксерату еще его увидит, походу. Да. Кстати, успел хэдшот повесить по Юрию, но не в антапчик. 6-5, друзья. Фурия подкрадывается уже к своему оппоненту максимально близко. И мебры, что у них по закупу. Кенжи 5-200, может себе АВП без армора взять. Остальные же будут на кольтах. И Кенжи тоже решает с Эмкой поиграть. Ну любопытно, где играть без снайперского девайса. Упор на гранаты, наверное, еще тоже. Если бы Кенжи сейчас, допустим, брал Айвик, там посмотри, как бы все скудно было. Даже дело, да, тут в том, что и китов, и гранаты у Кенжи по итогу одного из немногих, у кого есть адекватные. Ну да, тяжеловато. Вот тем больше цена того мула вдвоем пропушить Пелос на Ксерата, она сейчас потенциально может стоить МБР вообще всей первой половины. Да они уже на самом деле в ужасном положении, поскольку Фурия, если сейчас раунд забирает, там денег вновь у защиты не будет. Вот именно. То есть тот раунд был за два, и здесь сейчас МБР приходится за еще два раунда потеть, ну вот таким вот баем. Где у них осталось стройк флэш, хае, дым, без китов и все на эмках. Пока у атаки, ну полноценный арсенал. Все, что нужно на руках есть у Фурии. Так, смочок на коннектор кладется, через мид втроем будут проходить, но в идеале, наверное, зайти через джангл плюс коннектор после рассеивания смока. Потому что если под Б пойдут, там их похоронят, МБР, втроем на самом деле здесь находятся. Ну, бомба-центр, это немного смущает, то есть перетяжки по одному из направлений могут быть. Ферр не справляется с Сартом. Ну, самое время пойти по точку А, наверное. Нет, Фурия? Не хотят. Мейерн справляется с Сартом, но это было неплохо. Замечает Фелоса еще и он, конечно же, ксерато. Ай-яй-яй, Нарядьяму. Ого, погодите, Нарядьяму. Кейнджи забирает Кенни? Мейерн, Кейнджи, кстати, даблкил делает, по итогу ксерато один остается. Это все, это конец. Ксерато-то слишком далеко от бомбы, 20 секунд времени у него. А как так произошло? С лифтов, что ли? Ну, Мейерн, получается, вытащил этот эпизод для себя. Не, ну погоди, там ролики АНЖ просто колоссально важные. Только откуда он вообще эти фраги сделал? Сейчас он в джангле. Но как он туда попал? Решетка была не разбита. То есть, получается, наверное, лифты. Ну, скорее всего, да, через ладером. Очень интересно. Получается, по итогу, это седьмой ЛМБР. С эмками с горем напополам, но раунд они выиграли. С эмками начинали, а заканчивают с авиком АСГшкой в руках. Поэтому все весьма неплохо для защиты складывается ксерато. Нам показывают, как у него не получалось запринуть. Как серато проводил этот раунд, пока его тиммейты погибали, возможно. Судя по всему, да. Я не знаю, зачем нам это показали, когда нам не показали, собственно, ключевые фраги. Ну, ладно, окей. Семь-пять. И благо для команды Фурия, конечно, это их финансовая составляющая, которая до сих пор хороша. Если сейчас даже проиграют, но поставят бомбу, то все равно закупка будет. Поэтому парням надо хотя бы до решающей стадии в раунде доходить и уже от бомбы отыгрывать. Как минимум. Так, ну и Ферр в своей излюбленной позиции, я бы сказал, он постоянно, на самом деле, Андер прожимает. Но Арт, судя по всему, готов к таким мувам. Ну, важно, чтобы не только он был, но и Винни тоже на страже порядка. И тогда, в принципе, расстановка будет выглядеть значительно лучше. Я, на самом деле, вот сколько помню, что искал, что Люминусити, Ферр и Андер, это прям одно целое. Ферр замечает уже Арт, он идет далее в агрессию. Это может быть весьма-весьма опасно для игрока защиты. Арт флешечку накидывает. Но, видишь, Арт боится на него открываться. Тут зато в спину Винни без проблем Ферра забирает. Только это Арт по итогу. Ха, вот так вот оно бывает. Ну, нуждался тиммейт в первую очередь. После этого уже Винни оказался легкой жертвой для Киэнджи. Витер Джузеппе просто находился в оптимальной позиции для того, чтобы остановить соперника. Ну и выход что-нибудь. Неужели снова коннектор? Бомба-то опять в центре карты. В теории может провавировать куда-нибудь под Б. Мейерн, а Юрия начекает Ли. Учитывая, что он коннектор весьма-весьма опасно занимает. Ну и хене. Проход под Б, судя по всему, будет. А здесь Фоллан в угле за 90. Что-то какое-то сообщение в чате промелькнуло. Сможна пауза какая-то тактическая, как вариант. Ну, вряд ли. Прямо так вот ситуация 4 в 4. Кто-то задумался о тактической паузе. Фоллан. Ну, только что нашел бомбу. Это главная информация. Там уже тиммейты подключаются. И у Фурия нет шансов. Закрыто. В этом раунде, друзья, Юрий, последний. 10 секунд на таймере. Сейвить СГшку. Все, что ему остается. И это счет 8-5. Похоже, что будет у нас какая-то техническая пауза. Есть у меня такое подозрение. Скорее всего. Ну, или про ХП, конечно, спрашивали. Или что-то в таком духе. Так, к сожалению, чатик, друзья, нам не показывают. Ну, пока паузы нет. И это хорошо. Это приятные новости. А, вот и она. Но тактическая. Это нормально. Это радует, на самом деле, что ни у кого интернет там не вылетел и так далее. Что зачастую бывало, на самом деле, на этих матчах в онлайне. Там по минуту 5 буквально некоторых игроков ожидали. Так, ну и 8-5. Мебры все-таки половину себе забирают. Но что будет дальше? Наверное, до конца прям надо дожимать, чтобы быть уверенными уже, что можно и пистолетку проиграть, и там первый девайс на какой-то. И все равно все более-менее нормально у них будет. Рассказывает нам, что Киан-Джи невероятно жесткий на этой карте мираж. У него 4-1 по опенинг фрагам. 17 на 8 кд. Да, и, конечно же, отличный АДР. Но, в принципе, мы это подмечали и до того. Тут этот его импакт заметен и по ходу игры. Не то, что появляется где-то вне экранов. Так, ну и 2 авика очередных, друзья. Фоллэн Киан-Джи будут пытаться оборонять свои позиции. Пока что укрепления по старту Мебры делают именно под точку Б. Втроем. Ну, поглядим, как это у них сработает. На самом деле, фурия ожидают просто каких-то подпушей, я так понимаю. Вот МАБР. Ну, пока рассынулись по карте. Интересно, что центра здесь действительно в МАБР пока не присутствует. Только-только фер. Они вообще, кстати, центр не поджимали. Я вот не вспомню даже ни одного раунда. Обычно там Киан-Джи просто открывался либо через коннектор, либо через окно. Это максимум. Вот именно чтобы подпуш под флешку, на моей памяти. Ну, там минимально шортер на работу. Все тут же Киан-Джи под стеночкой. Но, тем не менее, окей. Мид отдают игрокам атаки. Фурия подсаживается в окно. Здесь неразбитая решетка, за которой как раз-таки находится фер. Он дожидается. На самом деле, арт может и не ожидать абсолютно. Хотя арт прочекал. Но какая стрельба плохая от фера? Тяжелая ситуация для него оказалась. И Киан-Джи промахивается впервые. Замечает Мейерна в его позиции. Киан-Джи забирает еще и к Сирату. Но Юрий, друзья, уже вместе с Винни разваливает полностью. А Пленд и Фоллен вместе с Тако, друзья, вынуждены делать ретейк. Но бомба еще, кстати, не поставлена. Фоллен, как же обидно. Сейчас промахивается. Но там Тако еще имеется. Тако, куда же ты посматриваешь? Никого там из твоих оппонентов не имеется. Интересный буст. От Фури. Бомба все-таки есть. И Винни байтит. Все бегают просто от Фоллена. Никто не хочет подставляться. По итогу 16 хп у него имеется. Есть смачок. Да, ну и что делать под этот смачок? Его идет пик отчастной уверенности. Но опасно было. На самом деле там Фоллен имел зазор, чтобы как раз сделать этот фраг. И потом один на один. Вполне-вполне играбельно было. Друзья, 86 денег у Мебров не имеется. И поэтому, скорее всего, будет максимально плотная половина у нас. Так, вот повтор от Фолны очень комично. Это все смотрелось. Все видел, все понимал. Но он сделать ничего особо не мог в той ситуации. Так, по деньгам, да. Конечно, оказывается, все крайне неприятно. Скаут у Габриэль Толеда. У его тиммейтов там есть Фамас МК и два пистолета. Так, Мэрн с Кенжи. Ну, наверное, остановим боевое звено. Попытаются еще выиграть этот раунд. Ну, вдвоем укрепляют точку Б. Бомба пока что нерасторопно передвигается. Контроль и Тандер. Арт. Неплохо продамажил Кенжи. Так, мой энтрифраг, наверное, будет очень много решать. Поскольку, если именно Мебры заберут его, плюс поднимут еще какой-то приятный для себя девайс, то вполне-вполне можно будет зацепиться за этот раунд. Так, там еще немного и ноги будут видно. Ксерато, ножку. Заметил только что. Подножки по пяточке просто по ахилесовой пите, где, друзья, настреливает. И Мейер падает. Напоминаю, друзья, именно у него была МК на руках. И на него, наверное, был основной расчет. Дальше будет посложнее. Но, тем не менее, Ферр в окне. Три пули, но все же Винни падает замертво. Дальше Арт уже открывается и пытается отомстить за своего тиммейта. Что у него и получается сделать. Хороший минус с его стороны. В принципе, дальше позиции под апплэнтом у защиты толком не осталось. Подрывает фолан. Так, хоть и дал до этого фраг, но этого пока недостаточно. Ну и похоже на концовку, конечно, здесь. Но посмотрим за Кенжи. Все-таки плеймейкер своей команды. 15 на 9 счет. И команда вот так вот близко все равно отыгрывает. 8-7. Это напоминает мне Ксерату, на самом деле. С предыдущей карты. Тоже парень потел на все, но команду все равно не вытащил. Но здесь, на самом деле, ситуация равная. Поглядим, что будет по итогу. Фуриат, друзья, напоминаю, 9 брали против Ликвид. То есть они там доигрывали уже эту карту. Поэтому сильная сторона. Вот если посмотреть именно в том Бестов 3, у них это атака. Взяли они всего лишь 7. Хватит ли этого? Посмотрим. Ну, непонятно до конца. 8-7 такая вот концовка половины, наверное, вот как мы себе рассчитывали, хотели. То есть мы заказывали нам плотную третью карту, где не будет ясно, кто же все-таки сильнее. Это пока что так и получается. С переменными успехами на каких-то микромоментах. Ну и, конечно, вот тот самый раунд от Мебров, где пропушили два игрока на Пелос. Ну, большого количества раундов им стоило. Не знаю, будет ли это какой-то основной момент, который будет. 5-0 парни вели. И потом вот эти вот раунды посыпались, и игра очень плотная по итогу завязалась. И 5-0, 8-7, наверное, прям совсем плохо выглядит пока что для них. Ну, да. Но при наличии таких вот безумных деятелей, как K&G, все равно, возможно, где-то на стрельбе пройдут дальше. Помню еще про пистолеточку. Мы говорили, 50 на 50 будет. Посмотрим, посмотрим. Если зацепятся далее за девятый и потом еще Форсу не проиграют, то, наверное, можно будет и в свою пользу все это завершать. Но, друзья, не будем далеко заходить вперед. Просто ждем, что нам покажут команды. Я думаю, пока что они нам что-то очень интересное, потому что пока только такое мы видим в рамках американских матчей. Постоянно где-то непредсказуемые результаты выскакивают. И, возможно, вот победа МБР над командой Фурия будет одним из таковых. Ну, по крайней мере, если верить коэффициентам, которые давали букмекеры изначально, то именно Фурия была фаворитом по понятным причинам. Мебры, мебры были. На Фурию. А, изначально их на Бест-Оф-3 в целом. Изначально на Бест-Оф-3. Я про третью карту просто подумал. Не-не-не, на Бест-Оф-3. Третья карта, это уже дело такое. 2.5, по-моему, на Мебров даже был в какой-то момент. Можно было поймать, скажем так, такой кэфф. Ну что, друзья, пишите в чатик, наверное, за кого более болеете, скажем так, на третьей решающей карте. В кого больше верите и кто сможет дожать по вашему мнению. Ой, ну, тут, конечно, нужно, наверное, к гадалке обращаться для того, чтобы понять, к чем это все закончится. Зрители шарят больше, поверь. Они знают все. Зрителям респект. Не забывайте, конечно же, писать, за кого вы пришли потопить, поболеть. Каких вы там результатов ждете от любимых команд, в конце концов, в рамках EPL. Потому что только-только вот закручивается вся эта история. И достаточно много матчей еще нас с вами ожидает впереди. Тем более, что для Америки группа-то одна. И тут вот разбираться долго парни не будут именно между собой. И все так же по круговой системе будут играть. Но зато дальше уже такая небольшая сетка Double Illumination перед финалом будет присутствовать. У нас еще Европа зато остается. У нас, на самом деле, матчи еще вплоть до 13 апреля, насколько помню. Поэтому, друзья, КСа еще будет очень-очень много. Так что не забывайте подписываться на социальные сети Мейнкаста. Твич, Твиттер, в Телеграме даже группа есть интересная с новостями. Ну и, конечно, не забывайте и про нас. TheDice, Гомер, в Твиттере, Винсте, залетаем. TheDice, Гомер, нижнее подчеркивание, он, нижнее подчеркивание, ТВ. Мне еле-еле хватило экрана для того, чтобы изобразить это, друзья. Очень удобная ссылка, всем рекомендую. Больше нижних подчеркиваний. Господин Двойной, нижнее подчеркивание, Кван, у меня одно, у меня одно. Ну вот видишь, еще годик-другой покомментишь. Три или четыре, знаешь, как звание повыше будет. Ну вот как-то так, да. Наконец-то у нас, показывают нам Кенжи и его статистику за первую половину. Снайпер-киллс семь штук. Семь фрагов из снайперской винтовки. Не знаю, правда, брался в расчет только ави-килли, скаут тоже, но, по-моему, скаута он и не убивал. Так что, какая разница. Так, мы восемь-семь. Ждем, друзья, либо 50 на 50, либо все-таки фурия 4-2 по пистолеткам закроют. Ну, не так принципиально. Когда уже счет 8-7, то и значимость пистолетки настолько большой не является. Кэф перед вами, в принципе, очень любопытный. Не знаю, на карту? Ну, вряд ли. Ладно, смотрим за тем, что происходит здесь, на сэндвиче. Винни не проверили. Винни будет наказывать? Ну, наказывает только двух игроков. Шикарно сделал, на самом деле. Так, вот, есть размен по нему. О, ну, Юрий за фаербоксом отыграл на один фраг. На самом деле, все неплохо пока что для защиты складывается. Ну, вообще должен был погибать, по идее, так еще и пока Кенжи смещался, тоже отдается. И вот теперь Вита Джузеппе сам по себе против трио соперников. Ну, оттягивается под другую базицу, возможно, под Б. Ну, Кенжи не смещается под Б, но там он красный, 29 хп, поэтому вполне может позволить себя убить и поставить бомбу Мибрам. Кенжи, не стесняясь, на степе просто залетает. Ну, главное, непредсказуемая позиция. Кенжи не будет прятаться, не полиция. Не читается абсолютно, и в спину должен, возможно, нож. Ну, нет, не нужно оно, тем более, что тогда и бомба будет поставлена. Вероятно, вот так вот заканчивается пистолетка. Не будет у нас 3-3 по пистолетным раундам. Команда Фурия возвращается на пистолетные. Спустя такой продолжительный устрик именно по этим раундам. Ну, и традиционно, видимо, бразильцы не были бы бразильцами, если бы не зафорсили. Они каждый раз форсили, на самом деле. Я даже Эко после пистолетки и не вспомню. Вот именно от Мебров так точно. Так, ну и Мебры. 4 пистолета. Скаут для Фоллона. Все по дефолту, в принципе. Так, скаут на пике Ямы находится у нас. Туда, в принципе, никто и не подходит со стороны защиты. Ну, минимальный контроль есть. Даже по центру карты арт на чеках пропрыгивает. Ну, и затишье. Мебры просто растягивают себя ближе к Б. Пуэн, то есть готовятся выходить. Ну, еще не факт, что до последнего. Под Б, но где-то в этом направлении. Ну, закатовочка изначально хотя бы имеется. Ну, и по гранатам тоже все достаточно неплохо. 4 смока. 3 флешечки. Так, ну и Фурия. Ксирата уже пропушила парты. Правда, под смачок отыгрывает. Ну, минимально проверил. Отходит дальше на более сейвовую позицию. И вновь-таки ММБР тянет. Ну, тоже под мид, как и их соотечественников. Я вот помню, много под концовку Фури нам показывали раундов с бомбой в центре карты. Сейчас ММБР играет один из таковых. Подставился немного арт под така. Несмертельно для себя. Ну, и плюс инфа. Что тоже, в общем-то, неплохо, наверное. А, вот это тоже плохо. Арта забирает. Ну, это уже шикарно, я бы сказал. Еще и девайсик бы подобрать. Вообще будет вкусно. Винни. Шорта контролит коннектор. Ну, пока что не собирается слишком быстро действовать. Мебры. На шорт бы смачок положить, на самом деле. Но, наверное, думаю, это и так сойдет. Флешка достойная получилась. Но дальше, действительно, из-за отсутствия дыма, Винни начинает уже собирать. Фраги в охапку, хотел я сказать. Но фраг был только один. И Фолон дважды попадает со скаута. Юрий, Юрий ошибается против Тако. Плюс выдает свою позицию. Там спичок атака какой-то. Залетает еще и хедшот. Также вешает, бомба ставится. Правда, Хенни в упоре находится в позиции в планете. Мейерн. Падает тут Ксирату. 80-го. 2 в 2. Ксирату забирает еще и Фолон. Но и Кенжи уже ничего здесь не сделает. Здесь просто надо жить. Беги, Форрест, беги! Все спасаются от Кенжи. После ли таймера у Мирона нет, по-моему. Да, у него так же денег, как и у тиммейтов. Да, все нормально. Хотя бы так. 8-9. Хотя на грани Фурия находились от поражения. Там уже 2 в 3 точно была ситуация. 2 в 4 ли, вот не вспомню. Очень близкий раунд получился. 2 в 4 были, да? Ну, НТ. Что тут сказать? С такими вот фрагами, которые были. Просто шикарных 2 фрага выдает. И все равно команда не тащит такой раунд. Так, ну и Ферр там калаш, вижу, закупает. От одного девайса попробует поиграть. Ну да, там ему Фолон дропнул АК. Сам Ферр купил себе армор на руки. Игра с калашом. Ну, правда, Фернандо даже не на первых позициях пока находится. Так что от него сильно экшена мы пока что не дождемся. Но, тем не менее. Какая-нибудь точка сопротивления да присутствует. Наверное, надеется больше, что Фурия позволит себе излишнюю дерзость. И пропушит в каналку. И вот там Ферр себе покажет. Но защита стоит весьма строго. Так, о, Винни. Ладдер занимает. Но здесь, на самом деле, может и отлететь от Фера условного. Ну, Ферр по-любому должен чекать. Хотя пока что по ту позицию даже и близко не открывается. Еще через смачок пытается какой-то буст сделать. Но здесь особо ничего он не увидит. Поскольку Арт приятный для себя угол занимает. И после этого еще и отходит Арт. Теперь еще сложнее будет его найти. Один девайс. Вот Феру надо выискивать те самые убийства. В соло действовать, наверное, будет слишком сложно. Арт забайтил его. Ферр забирает Мейерна. Забирает. Еще и Арт вместе с Хенни. На самом деле, 2 в 3 ситуация не так уж и плоха. Юрий, правда, справляется с Фером. Последний Тако. И аппетация, друзья, падает также от Юрия. 8-11. Как же. Отчаянно надеялись. 8-10, правда? Но суть не в этом, конечно же. А в том, что Ферр... Ну, он сделал три фрага со своего калаша. Красава. Один, правда, по тиммейту, но тем не менее. Всего лишь, да? Один по тиммейту. Мог бы пятерых ложить прямо на спауне. Не, четверых точнее ложить. Жаль, только в статуе это не зачтется ему. Зачтется, что-то так сразу. Просто в другую сторону. Ну да. Так, ну все. Закончились все эти разборки с экономическими, с форсами. Ну, Фолланд с гиглом теперь отыгрывает. Как бы, здравствуйте. Ну, не так плохо для него. Сделал главную вещь. Накинул флешку, под которую Тако програлся в упор в дым. И там погиб достаточно курьезно. Так, арт-энтри фраг уже находит. Фоллану бы этот девайсик, на самом деле, подобрать. Но он уже под шортом и слишком далеко от девайса так он находится. Ферр открывается, как в предыдущем раунде, под эту же позицию. Но на этот раз никто здесь не контролит в близкую. Ферр никого и не заметил. Здесь очень любопытно себя расставили игроки Фурия. Здесь сразу, да, в районе лесов один игрок. И второй за Искрой обороняется. При этом, вот там так фонкануть, конечно, можно через коннектор, если бы это знали, ММБР. То раунд мог бы получиться очень любопытным. Но пока бомба перемещается под B сайд. А здесь опасно. Да, это последнее. На самом деле, здесь Ксерата в упоре с Калашом, во-первых, будет не прощать. А во-вторых, еще и за Форестом Винни отыгрывает. Наверное, флешку будет накидывать в мультимейту в случае какого-либо шума от атаки. Но Ксерата 13 на 9, на самом деле, тоже неплохую статистику имеет. Не расслабился после Инферно, верит дальше в себя и в свои силы. Так, Авинни там заметили на этом пропрыге? Он байтит определенно на себя внимание. Теперь Ксерата еще меньше шансов, что прочекают. Ксерату. Не проверяют его еще и на Мейерно открывается. Минус Ксерату. Точнее, минуса 3 от Ксерату. Залетает, фолл, он также контролит в шарте. И как бы вот вам и Ксерату, друзья, с предыдущей карты. На Инферно он боролся, потел и на Мираже также продолжает это делать. Все по головам, безумец какой-то, абсолютно нереальный. Ксерат Ферр, 32 хп. И у него 15 секунд на то, чтобы просто выжить и засейвить. Это такая неприятная задача в любом случае. Но Фернандо других опций не остается. Арт, ебает. Нормально еще урон на экономике нанесет. И Ксерата, по-моему, успевает. Здесь, на самом деле, должен умирать Ферр. Да, Ксерата его контролит. Квадрокилл по итогу для него. Друзья, я напоминаю, счет был 5-0 в пользу Мебров изначально. А теперь 600 долларов у Ферра. После такой вот неприятной концовки. Фернандо, конечно, в этом раунде особо ничего больше сделать не мог. И вот такой повтор к Серату. Все по головам обратите внимание. При том, что, ну, Серат все-таки больше орудует спреями, а не ван-тапами. На таких вот серьезных дистанциях по проблемным территориям. Это выглядит очень и очень впечатляюще. Так, ну и будут пытаться с пистолетами что-то делать. На самом деле, вот раскидочку по да можно сделать. Учитывая, что лишь два игрока здесь есть. Хотя вот уже Арт успевает подойти на хелпу. Ну и Фоллен, друзья, со скаутом. В идеале выходить и выключать уже первого, кто под него открывается. И дальше уже пистолеты более близкую позицию будут занимать. Ну, без молотова на скамейку, конечно, тяжело такие раскидки делать. В принципе, тут и позиции не самые стандартные. Да, Хенни на самом деле не самая читаемая позиция от него. Фурия словила по себе урон. В ответ также неплохо нашивает. Так, ну и Хенни. На самом деле, пока что мибры остановились. Легкая театральная пауза. Вот и МАБР, те не торопятся идти до последнего. И вот только-только готовятся гранаты. Да, полетела раскидка. Ну и, друзья, МАБР. Выдержат ли они этот раунд? Пока что Фурия неплохо настреливает. Дамаг уж точно шикарный от них заретает. Хенни забирает Мейерна. Ну и далее Юрий вместе. Пока что ни с кем КНЖ и Ферр по фрагу так же делают. Бомбу можно ставить. Правда, вот бомба зачем-то несется в Ферр. Вернись обратно. Флешка палевная была. Ферр просто заносит бомбу к сопернику в руки. Что же ты делаешь, Фернандо? Но если в предыдущем раунде вопросов к Ферру было никаких, то здесь их очень много, друзья. А зачем? Можно же было поставить бомбу. Отыграть уже от ретейка самих Фурии. Непонятно. Непонятно мне это действие. Возможно, забыл, что бомба у него на руках. Но как-то забывать про это явно не стоит на будущее. 8-12. Друзья, сколько уже? Пять раундов подряд, да, получается, Фурия забирают? Ну да, так оно и есть. По позициям растерялись Фурия в этом выходе. То есть та скамейка, за которую я говорил, она потом чуть не похоронила саму оборону из-за потребности контролить пропики. Ну и вот так вот все заканчивается. Конечно, да, раунд очень странный получается по итогу. Ну, благо хотя бы экономика какая-то доимеется. Все-таки не зря они экономили в предыдущем. Ну, Юрий, друзья, в агрессию далеко не уходит. Так, конечно, пытается дождаться, но я думаю, Юрий слишком много вольности себе не позволит. Так, Сиратто. Так, Сиратто, еще знаешь, дело не дойдет здесь с такими темпами. Судя по всему, да, там Винни даже может спокойно принимать окна. Снимается центр в мембраме. Четверо сразу находится в районе мидла. И вот тут-то как раз никого из игроков команды Фурия не присутствует. Порная яма в этом раунде избрана в качестве такого небольшого сетапа заготовленного. Ну, и плюс, конечно, закрыто охраняется окно артом. Ну, и Фурия. Кстати, заметьте, они тоже агрессию под мид не делают, чтобы прям под флешки пушить. То есть бразильцы у нас сегодня без такой тактики в арсенале. Хотя, возможно, еще не вечер, скажем так. Еще что-то новенькое да покажут. Так, ну, пока покажут нам. Ага, МАБР раунд без сфера, которого смогли найти в коннекторе. И теперь сплит будет только по двум направлениям. Шикарная позиция здесь, на самом деле. Хотя вот теперь не уверен я в этом. Замечает гол. Вот такой забирает его Хенни. Там еще Юрий на подмоге в пите. Хенни. Винни забирает МАЕР на Хенни. Промахиваются. Но Фоллен. Фоллен вместе с Кенжи делают два фрага. Причем очень важный. Хенни промахивается. Но Кенжи не пошел его дожимать. Правда, Фоллен забирает Хенни в ответ. 19 секунд. Ксерато уже находится на контроле постановки плента. Еще и в спину проходит арт. Нельзя поэтому забивать просто. Вот это главный момент, действительно. Но Кенжи, если спасает сейчас постановку бомбы, а он не спасает. Нет, все-таки поставил бомбу Фоллен. Ну и Кенжи один-а-дин против арта. Но он абсолютно, судя по всему, его не читает. Как ни крути, да, арт здесь не читается. В последнюю очередь он будет думать за яму. Проверяет сначала позиции, более вероятные для себя. Но арт борется с тенью. И вот тут у Кенжи могут вкрасно сомнения. Где же его соперник находится? Кенжи. 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 Кто-кого переиграет здесь? Кошки-мышки. Кошки-мышки, которые все-таки за артом. Все-таки арт, друзья. Тринадцатый раунд для защиты. Дефуз-киты имеются. Тай времени там хватало даже без них. На дефуз. На дефуз. 8-13. Фурия пока что в ноль. За КТ отыгрывают. Ну, этот раунд был максимально близок к тому, чтобы все-таки сработать. Найс трайп. Последнее дуо. Полный Кенжи. Вот остается загадкой, наверное, то, как все-таки удалось с КТ убить ставящего бомбу. И только после этого вот у Кенжи было два выстрела. Не, на самом деле мебры в этой ситуации красавчики. Они там 2 в 5, да, по-моему, раунд начинали. Довели до 2 в 2. И по итогу вовсе два. Один в один. Фурия, друзья, получает коэффициент на себя от GGB от 1.07. И на мебров 7.38. Все меньше раундов остается в запасе. Ну, а Майбер до того, как уже точка дойдет до критической. Тем более, что бомба не ставит далеко не всегда. Но вот здесь играют дерзко. Просто на коннектор с тэпом проходит. А Винни как бы шорт все это время поглядывал. Халявный энтри получается из-за этого. Хенни забирает еще и Мейерна. Ну, Юрия, судя по всему, абсолютно никто не контролит. Да, даже не посматривал в его сторону. Ферр еще и смачок под себя кладет. Юрий здесь живет максимально долго. Не спасает, кстати, к удивлению его Хенни. Зато контролит он вот так. Ну, и Fallen, друзья, в ситуации 1 в 3. Такое чувство, что мебро в атаке абсолютно нет просто. Увы, так оно и есть. Снова Fallen в клач ситуации для себя. Как-то по одному каждый пытается сыграть. Почему не сделать самую дефолтную раскидку, не поставить бомбу и потом уже принимать ктшников, которые сами будут на вас открываться. Это же база просто. Миража. В этом раунде идея была как раз-таки внезапность. Не знаю, конечно, насколько это уместно при таком счете, но, тем не менее, ты это сам подмечал и это замечали и игроки МАБР. Центр карты в фуре играет пассивно. В основном. И они рассчитывали, наверное, все-таки... Вспомни все раунды, в которых Фер играл под коннектор. Там ни разу никого в упоре он не встречал. Он приходил, приходил проходить дальше. На лестнице. И все равно этот игрок, ну, уходил, да, под головы. И из-за этого, ну, скорее всего, решили запустить одного парня. Бравого без каких-либо гранат на степе вдруг сработает. Ну, с шортом ничего не сделали и, конечно, за это поплатились. В принципе, гэмблинг, да, но... По такой расстановке от команды Фурия в определенных раундах это могло бы сработать. Ну, и на самом деле, пока что огромные вопросы, почему Фурия тогда так бездарно свой пик залили. Если вот настолько уверенная защита у них на мираже, неужели на Инферно настолько разница в подготовке у них? Так, Винни, друзья, антрефраг по мейерам забирает. Винни! Еще и третий вопрос-то хоронит. Минус Ферр, минус Фоллен. Еще и ножичек в руки берет. Там Ксерата, друзья, с кинжи справляется. И Тако остается последней. Ситуация просто патовая. Делать нечего. Максимум какой-то фраг вот такой, например, повесить. Еще и по Ксерату тоже имел возможность. Друзья, семь мап и матч-поинтов. Для Фурии Винни здесь сделал просто колоссальную работу. Красиво, конечно, все это смотрелось. Концовки по приему. Но, увы, да. Нас с вами вторая половина Миража интригой не радует. После счета 8-7. Ну, Инферно мне это напоминает. Там тоже 9-6, а потом просто в ноль закрывает мебры. Здесь же обратная ситуация. Именно КТшники не прощают и не допускают особо даже до постановок бомб. Смотрим за матч-поинтами. Тут и Галилы, и СГ, и Калаш, и попытка пробежать фастом. Причем это даже заметили. Работает. Атак Сирату, правда, в упоре принимает. Феррэ Арт. Их как же Дагла играл. Уж слишком далеко он в Пелосе зашел. Но здесь есть Юрий. На подмоге еще и Молик шикарный залетает. Мибр делают разворот. И будут через яму, судя по всему, выходить. Если посмотреть по бомбе. Хотя перетяжечка основной массы игроков именно под точку Б. Либо через мид. Ну, тут, кстати, да. Да, интересно, как будут доигрывать. Потому что Фоллан так-то с бомбой находится. Его здесь еще могут не отпустить. А вот это проблема. Хенни только что с пьюбом керри. За ним нужно возвращаться каким-то образом. Хенни понимает то, что выбил бомбу. Но законтролить ее он не сможет. Она упала неприятно. А, нет, стоп, она в губь яма упала. Неприятно для атаки. Правда, те будут больше нервной клетки сжигать. Отпускает. С другой стороны, какие огромные вопросы к Фоллану. Ты с бомбой открываешься вот так вот открыто. Логично, что кто-то Пит доконтролить будет. Винни не справляется с Кейнджи. А вот Юрий в упоре может так и принять здесь. Интересный этот фактор того, что бомбу только забрали. Об этом Фури, естественно, не в курсе. Поэтому приходится к Сератору очень много внимания уделять Б-пуэнту. Ну и тут сразу двое. Вот А. Готов ли стреляться тут против Юрия? Заметил ногу. У кого? Урон внес нелетальный. А вот то, что Мэйрон погиб, это похоже, что будет решающий фактор. Да, Хенни еще Кейнджи хоронят. Друзья, судя по всему, 8-16. Да, Юрий еще справляется с Тако без особых каких-то трудностей. Справляется Фури своим оппонентом. 2-1 закрывает. Но все-таки Инферно. Мебрых показали.